Я рисую кошку, велосипед. Это была моя мечта, чтобы я вышла на улицу, увидела большой дуб. Свои мечты и фантазии Илларион и Маша воплощают на бумаге. Брат с сестрой помимо рисования в Вилли Вера бесплатно занимаются гончарным делом, ходят на рукопашный бой, английский и музыку. Они из многодетной семьи. Их старшие братья и сестры тоже в свое время учились здесь. Дворец пионеров давал возможность старшим детям получать фундаментальные знания. И после школы они сразу же бежали сюда. И сейчас я очень рада и очень признательна, что у меня младшие дети, 3-4 поколения, тоже занимаются вилла Вера. Родным местом Центр ДОП образования стал и для Михаила Познякова. В вилле Вера он уже 4 года постигает азы журналистики. Безусловно, всем учащимся Центра очень приятно, что мы занимаемся в историческом здании. Это дача Костарева имеет прямое отношение к истории нашего города, к его архитектуре. И нам приятно, что мы таким образом прямо во время занятий прикасаемся к истории нашего родного города. Сложно даже представить, сколько человек спускалось и поднималось по этой лестнице. Вилла Вера – здание 1910 года постройки. В разные годы здесь располагались имение городского старосты, революционный комитет, дом отдыха, санаторий, госпиталь, дом пионеров. Сегодня памятник истории и культуры покрыли строительные леса. Здесь начался масштабный ремонт. Самое ценное – наконец перестилают кровлю. Впервые капитально. Когда будут окончены работы, главе Сочи Анатолию Пахомову в ходе протокольной встречи рассказал его заместитель по строительству. На виллу Веры подрядчик приступил к работе. На сегодняшний день уже там работы ведутся полным ходом. Есть там несколько вопросов. Это же у нас объект культурного наследия. И там имеются некоторые тонкости, согласован параллельно с департаментом, с краевым. Там переходящий контракт, конечно, на 2018 год. В следующем году закончится ремонт спортшколы с бассейном на улице Паярка. На эти цели было выделено более 100 миллионов рублей. Ремонт там много лет ждали более 700 спортсменов, которые здесь тренируются. Ну а пока помещение заняли строители. А юные пловцы до окончания большого ремонта временно переехали в бассейн на юных ленинцев. Готовьтесь уже на следующий год ремонтировать спортивную школу и плавательный бассейн на юных ленинцев. Там тоже пора это делать, потому что бассейны очень востребованы. Морской город, тем не менее, много желающих детей заниматься плаванием. Но поэтому нам надо это обязательно сделать. Как отметил Анатолий Пахомов, в Сочи сегодня акцент сделан не только на строительство новых образовательных и спортивных школ. Крайне важно сохранить те объекты, которые сегодня уже имеют для курорта историческую ценность. Ольга Десятого, Михаил Дубин, Демид Даниловский, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. ...вести мероприятия по усилению...